У вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с этим пасхальным днём, в который по обычаю мы вспоминаем умерших людей. Вспоминаем в первую очередь молитвы. Но молитва имеет двойной смысл. С одной стороны, словами молитвы мы обращаемся к Богу и спрашиваем у Него прощения грехов наших умерших, родителей, представителей старшего поколения. А одновременно этими словами мы в своём сознании воскрешаем их образ. Люди снова становятся для нас близкими. Молитва нас соединяет с Богом и с горним миром. И это не односторонняя связь. Это не так, чтобы только наша мысль выстекала к Богу. Но вот в ответ на это и Божья благодать снисходит на нас. Когда же мы молимся о наших умерших, родных и близких, то наша мысль, наша молитва выстекает к Богу. И если совершаем молитву горячо, искренне, от любящих сердец, то Господь слышит эту молитву и обращает свою любовь на тех, кто там, в ином мире, за кого мы воздыхаем пред Ним и отвечает по нашим молитвам. Но точно так же и те, за кого мы молимся, несомненно чувствуют эту молитву, они её слышат. И она даёт возможность им обратиться к нам. И те воспоминания, которые возникают в нашем сознании, это как бы их присутствие в нашей жизни. Молитва за усопших даёт нам ясное понимание того, что смерти нет, что есть только те области бытия, которые отделены друг от друга, которые не проницаемы для нас, но проницаемы для того мира. В этом храме, который до завершения строительства храма Христа Спасителя был кафедральным собором города Москвы, покоятся останки великих князей и княгинь, царей наших и цариц, мощи царевича Дмитрия. Вся наша древняя история как бы присутствует здесь. И замечательно, что по установившейся традиции в Радоницу, день пасхального поминовения усопших, мы приходим сюда, чтобы у этих великих гробов вознести молитву за тех, кто здесь лежит, а также за тех, кто лежит и в Петербурге, наших царей и цариц, за святителей, что лежат в Успенском соборе и во многих других местах, тех, что возглавляли русскую церковь. Мы молимся сегодня за всех наших родных, близких, кого мы помним, любим, чьи имена сохраняем в своих сердцах. Мы, конечно, сегодня молимся и будем еще молиться за тех, кто был по злой человеческой воле убит в московском метро совсем недавно. Еще сорока дней не прошло. Я намереваюсь сегодня спуститься на ту станцию метро, где более всего погибло людей, и совершить там заупокойное богослужение. Для того, чтобы мы не забывали, что с нами произошло, даже не зная всех имен тех, кто погиб, хотя церковь знает эти имена, мы должны молиться за этих людей. И тогда в памяти нашей будет постоянно воскрешать этот трагический случай. Наш народ не должен забывать того, что происходит, потому что обычное течение жизни, мерзкая житейская суета настолько отвлекают наше внимание, что мы забываем даже о самых страшных и трагических моментах нашей национальной истории. Как мы, молясь о царях и князьях, вспоминаем их святые имена, великую, славную и трагическую историю Отечества нашего. Так и молясь за тех, кто невинно был убиен в первопрестольном граде. Мы будем воскрешать в сознании и своим эти события, а это воскрешение будет требовать от нас молитвы за страну нашу, за народ наш, за мир и благополучие в жизни людей, за укрепление веры в сердцах людей. Ибо когда сильна вера и когда сильна молитва, то никакая человеческая злая воля не страшны. И Господь своею силою способен защитить того, кто на него возлагает свое упование. Когда читаешь дивный Псалом 90-й, живые в помощи, то представляешь, как молился псалмопевец и пророк Давид, окруженный такими огромными опасностями, тысячи и десятки тысяч врагов, и справа, и слева, и видимые, и невидимые, и во дне, и в ночи приходящие. Горячими словами 90-го Псалма псалмопевец обращался к Богу. И волос не упал с его головы. И он прошел этими огненными дорогами и войн, и политических столкновений, и всяких иных многих неприятностей, оставив нам великий пример молитвы, в том числе и о нашей безопасности. Вот почему воины наши во время Великой Отечественной войны, даже не зная этого Псалма, часто зашивали слова этого Псалма в свои ремни. Матери, жены это делали, надеясь на то, что даже не столько молитва, насколько сам факт присутствия этих смещенных слов способны оградить людей от погибели. Мы верим в то, что Бог в силе ограждать нас и от погибели. Но для того нужна вера крепкая и сильная, вера всего народа. И сегодня, молясь о тех, кто ушел от нас, мы одновременно молимся о живых, о богохранимой стране нашей, о властях, о воинстве, о народе нашем, дабы силой веры и силой молитвы мы могли отражать силу вражию, силу злой человеческой воли, устрояя жизнь по заповедям Божьим. Аминь. А сейчас помолимся о упокоении всех наших усопших, родных, близких, о тех, кто покоится в этом соборе, о невинно убиенных в ограде Москве и о всех, кто нуждается в нашей молитве. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 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 При снопамятных предстоятелей Российской Церкви, строителей и правителей Святые Руси, благоверных князей и княгей, царей и цариц, и всех во власти, бывших, попечений, имевших о непорочной вере, и с прилежанием управлявших страною нашей, на месте всем упокоения и в иных местах погребенных, и невинно в первопрестольном грабе нашему убиенных. Христе Божий наш, и Тебе славу высылаем с обезначальным Твоим Отцем, со пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Песня Сурия 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 Песня Сурия И нами поминаем им.